В общем, всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим с вами вот на такую интересную посылочку, которая... Самая дорогая моя посылка, которую когда вообще-либо заказывал в интернете, превышающая максимальную... Не считая эту сумму... Не считая сумму этой посылки, превышает она максимальную где-то раза в 4, что ли, наверное. В общем, посылка обошлась в 11 644 рубля. Вот, и шла она 23 дня, хотя она была заказана быстрой доставкой. E-Pocket, что ли? Нет, заказал я ее EMS, но мне ее отказались отправлять EMS. Отправили E-Packet. Вот она, E-Packet. В общем, друзья, чего томить, вы уже все видели по названию видео, хотя, возможно, вдруг кто невнимательный, для того это будет сюрприз еще. В общем, откроем, посмотрим, что там внутри. И... Ух ты, там, слушайте, так серьезно все запаковано, я прям даже не ожидал. Офигеть, смотрите, то есть, это... Ему абсолютно ничего не будет. Его можно вот так вот делать. Вообще прикольно. Смотрите. Вообще забавно, я еще такого не видел, если честно. Это очень прикольная... Я даже не знаю, как это назвать. Это супер-мега пупырышки. Это просто адские пупырышки. Таких еще я не видел, если честно. Ух ты, в коробочке прям батюшки. В общем, это iPhone 5C белого цвета с AliExpress, но оригинальный. Вот так-то, да, друзья, на AliExpress продают оригинальные айфоны. По очень дешевой цене. Не знаю, в чем подвох. Вот, будем, в общем, тестировать и смотреть. И так. Открываем. Вот так вот у нас смотрится коробочка. Вот вы можете видеть iPhone 5C. Это какая-то наклейка вообще. Сами они ее приклеили, смотрите. 16 гигабайт. Какая-то самопальная коробка самопальная. И, то есть, это не оригинальная коробка. Типа телефон должен быть там с iOS, все дела. Но все китайское. Как-то так. Так, вот видите, оно так открывается. Ничем не держится. Так, телефон тут тоже типа как по-настоящему. Типа полный комплект, хотя это все будет китайское, естественно. Так, что мы здесь находим? Макулатурки. Макулатурки Hello. Макулатурка iPhone 5C вот такая. Вот так вот оно смотрится дальше. Макулатурка со скрепочкой и с рисуночком, типа, как открыть симку там. Ля-ля-ля. Фу, какой запах вонючий, противный. Вообще ужас просто. Так, дальше мы находим здесь китайский кабель Lightning. Ну-ка, какой он, ой, криво, ой, какой ужасный кабель. То ли он кривой, или чуть-чуть кривоватый кабель, сейчас покажу. Достаточно короткий. Ну, по-моему, как оригинальный. То есть, вот эти все коннекторы, USB Lightning, смотрите. Вот это все как смотрится. Ну, ладно, кабель китайский, бог с ним. Вот это, естественно, тоже китайское. Ну, то есть, все. Все китайское, кроме самого телефона, как я понимаю. Хотя, возможно, мне кажется, то, что начинка сама, то есть, оригинальная, но всякие там процессоры, тары-пыры. А сам корпус тоже китайский. Но за эту цену нормально. В общем, вот адаптер питания вот такой вот. Это делается все предельно просто. Жалко то, что... Ой, лезет, да, я думал, уже не полезет. В общем, вот так мы соединяем, получаем готовый кабель. Дальше у нас есть наушники, которые я, наверное... Ну, ладно, давайте покажу, что китайские наушники, так, как они тут. Вот, типа, как под оригинал закос, но хотя это прям дикая китайщина, потому что, смотрите, зазоры какие сейчас сфокусируются. Вот, видите, в оригинальных таких зазоров нету. Там все очень цивильно сделано. Вот, блин, так не хочется мне их открывать. В общем, вот такие вот китайские наушники. Это и так видно, то, что они китайские. И тут больше ничего нету. Переходим к самому-самому вкусному. Насколько я помню, помню видео, когда только начинали снимать, эти телефонные распаковки никто не мог открыть, хотя было все предельно просто. Вот так берем. Научен горьким опытом других. Вот, держалочка. Тут у меня уже бардачок такой небольшой. И пред нами предстает... Ой, он уже включается, смотрите. Прикиньте, он уже в пленке. Я офигею. Уже, смотрите, яблоко есть. То есть это типа оригинал получается. Ну, это и оригинал, я думаю. Китайозам нет смысла врать. Какая-то, смотрите, китайская наклейка здесь снизу. Что-то черненько тут. Походу, корпус-то китайский. Ну-ка. Какой здесь? Что здесь вообще написано? Криво или ровно? Вроде ровно. Вот так. Или криво. Не знаю. Но корпус довольно, знаете ли, на вид такой добротненький. Уже с завода, видите, есть пленочка. Уже. То есть вы заказываете телефон в пленке. Что-то наклейка, значит, я вообще понятия не имею. В общем, кривоватый лоток, если честно, смотрите. В общем, вот такой лоточек. Давайте попробуем его открыть еще для пущей, так сказать, наглядности. И его кривизны, чтобы вам показать. Хопа. Ну, я думаю, что просто вот эти лотки все, короче, комплектующие чина. Может, экран хоть не чина, я не знаю. Но достаточно дешево стоит. Он сейчас в МВидео стоит около 30 тысяч, 29,990, по-моему. А здесь вы получаете... Кстати, нужно еще включить, будет смешно, если он на Андроиде. Хотя написано 100% оригинал. Блин, такой красивый, слушайте. И прям в руке лежит. Мне очень нравится скругление вот здесь. У меня был... Я хотел StreetJS, перешел на четверку, и мне так дико неудобно было. Я всегда держу телефон вот так вот. И мне вот этот угол четверки здесь так прям вот, я не знаю, досаждал моему мизинчику. А вот этот, я думаю, будет прям очень хорошо лежать. В общем, давайте включим чего разговаривать и проверим. Ну да, смотрите. Slide on lock. Он уже активированный. Смотрите, то есть это все вы получаете, в общем, за 12 тысяч, ну, 11 пускай, это доставка, вы получаете iPhone. Сразу, как смотрите, гамма изменилась на желтую. Вообще прикольно. Камера. Всем привет. Ха-ха, как она меня спалила. Так, ну давай меняйся, что ли. Почему не меняется? А, вот меняется. Не знаю, конечно, как он будет работать, я заказывал на свой страх и риск, но, блин, не знаю. Нужно его заново будет переактивировать. В общем, проверяем камеру, ну-ка. Так. Такое чувство, что плохо работает сенсор. Ну-ка, еще раз давайте, смотрите. Нужно нажать сильнее. Возможно, нужно просто снять пленку. Я не знаю. А, возможно, он просто плохо работает. Ну, я вам расскажу потом, что и как работает. Но это, в общем, чтобы вы понимали, что это оригинал. Сейчас я зайду, может, кто не верит. Так. По-английски. Нет, не сюда. Или где там посмотреть про... Вот. About. Вот вы можете видеть iPhone. iPhone. Или, хотя, может, в китайских так же, я не знаю. В общем, вот так вот. Вот его все. 8.02 надо еще обновиться. Обновить этот. В общем, давайте перейдем в конец. И потом я все здесь, так сказать, настрою, сделаю и т.д. и т.п. Это типа оригинальный, но я все-таки думаю, что это китайский корпус, оболочка китайская, а сама система, естественно, iOS. Ну, считаю, вы получаете iPhone. Почему нет? В общем, друзья, это был вот такой вот iPhone с AliExpress, скажем так, полукитайский, но там оригинальная iOS, как вы видели. А, время просто неправильное. То есть, все вроде работает. Причем вроде неплохо. Что-то, мне кажется, как-то туповатенький сенсор, как будто надо еще попробовать снять, будет пленочку. Ну, в общем, потом все сделаю. Сейчас закачаю свои, как его, в общем, восстановлю с iCloud. В общем, полностью его настрою, все свое туда закачаю и т.д. и т.п. Попользуюсь, и потом уже будет видно вообще, стоит ли игра свечи, так сказать. Но, мне кажется, это очень круто, потому что колоссальная экономия денег. В три раза дешевле. Вы представьте, в три раза дешевле. 30 тысяч стоит новый. Я его получил за 11600. То есть, это 5C, плюс я продам старый, и мне вообще он получится за копейки. Мне кажется, очень круто. В общем, если вам понравилось это видео, то поставьте мне лайк. Ждите также новые видео, следующие. И новые распаковки, потому что они будут обязательно, потому что посылочки уже пришли и идут. В общем, всем пока, друзья.